Добавляем с вами легкое скручивание. Бежать не ради победы, а для удовольствия – девиз краеведческих соревнований. Спортсмены-любители разминаются перед стартом. Впереди четырехкилометровая дистанция по лесу. Три, два, один. Краеведческий забег проходит в третий раз. Главная цель – привлечь как можно больше людей к спорту, а попутно рассказать им об истории Одинцова. Дату выбрали не случайно – 17 июля, день рождения города. 17 июля – очень значимая дата. У нас есть официальный день города, который мы празднуем в сентябре. Но, тем не менее, 57 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР рабочий поселок Одинцов был преобразован в город. И, по сути, у города Одинцова сегодня день рождения. 11-летний бегун Егор Назаров попал на забег, можно сказать, случайно. Решил поддержать друга. Но после финиша понял – пробежал эти четыре километра. Не зря. Как ощущения? Очень волшебные. Кажется, прошло-то совсем немного, но ноги подкачиваются, но это радость. Бежал все-таки. И не последний еще. Анастасия Усанова, пересекая финиш, упала на траву. Признается от счастья, что добежала и от усталости одновременно. Подчеркивает – несмотря ни на что, настроение бодрое. Отлично. Устала, правда, нормально. Правда, я чуть не заблудилась в весну, но это мы упустим. Восстанавливали силы участники забега чаем из самовара с битнем и сушками. Несмотря на жару, горячие напитки пользовались спросом. Они могут попить чай из настоящих исторических угольных самоваров. Это, в общем-то, не совсем антиквариат, но уж точно почти такой музейный экспонат. И здесь у нас такой уже современный турецкий самовар. Мы в нем варим с битень. Но с битень тоже по авторскому рецепту, на травах, на специях. После чаепития – культурная программа. Организаторы подготовили экспозицию, на которой представили различные окаменелости и не только. Вот эта кость, она происходит из Калужской области. Ее знакомые экскаваторщики нам, как краеведам, подарили в экспозицию. Вот это не местная находка, но она синхронна и соответствует нашим местным находкам тоже. Краеведческий забег прошел. Впрочем, любителям спорта и истории родного края расслабляться рано. Впереди «Ночь в парке» и квест «Тайны ночного леса». Но это уже будут командные соревнования со смыслом. Лада Дудко, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Лада Дудко, пускай небес для исполнения jardinas.